Алроса выкупит акции Алроса Нюрба у Якутии с денег от продажи газовых активов, а в следующем году увеличит добычу алмазов. Заболеваемость у РВИ гриппом растет, превышение эпидемических порогов отмечается в Якутске и двух районах. На ЕГЭ пришли родители. Акция для взрослых, чтобы поддержать выпускников. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Алроса планирует увеличить добычу до 38 миллионов карат в следующем году. Об этом сообщил глава компании Сергей Иванов. Несмотря на то, что добыча в этом году упадет до уровня 36 миллионов карат, есть ряд проектов. Это выход на проектную мощность дочерней компании «Север Алмаз». Есть производственные планы по дочерней компании «Алмазы Анабара». По словам Иванова, в настоящее время обсуждаются планы по восстановлению добычи на крупном активе компании «Руднике Мир». Также президент Алросы сообщил, что направит до третьей от суммы, вырученной от продажи газовых активов, на выкуп у Якутии 10% акций своей дочки Алроса Нюрба. Часть средств пойдет на досрочное погашение задолженности. Аукцион по покупке газовых активов Алросы выиграл «Новатек». Цена продажи активов в 100% акции по итогам аукциона составила 30 миллиардов рублей. Сейчас Алроса контролирует 87% Алросы Нюрба. В Якутске всерьез возьмутся за пыль. Уменьшить ее количество – такая задача поставлена в рамках народной программы. Бороться с пылью предлагают комплексно, начиная с озеленения и заканчивая благоустройством дворовых территорий. Во-первых, город будет отказываться от благоустройства отдельных дворов в пользу укрупненных территорий. Это позволит убрать естественные источники пыли одновременно на больших участках и уменьшить риск запыления уже благоустроенных территорий. Для борьбы с техническими источниками пыли будут разработаны нормативные акты, регламентирующие содержание строительных площадок, фасадов жилых домов и офисных зданий, проведение ремонтных работ на территории города. В Якутии и в целом в республике наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. За последнюю неделю в республике с симптомами ОРВИ обратились 10 тысяч человек. Превышение недельных эпидемических порогов отмечается в Якутске, Ваннабарском и Эвеноботантайском районах. Из числа заболевших ОРВИ более 82 приходится на детей до 14 лет. В связи с повышением температуры на прошедшей неделе увеличилась частота посещения мест общественного отдыха. Управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать меры профилактики. В Горном торжественно открыли год труда. Именно это направление обозначено в наступившем 2018 в районе. На мероприятии чествовали тех, кто на протяжении многих лет работал на благо района. Ветеранам за многолетний добросовестный труд были вручены государственные награды, почетные грамоты и нагрудные знаки. Также отметили победителей и участников конкурса на лучший логотип и слоган года труда. Праздничное мероприятие посетили представители всех сфер деятельности. Глава района Никита Андреев подчеркнул, что этим знаковым событием начинают подготовительные работы по проведению Игр Мончары 2021 года. В Усть-Мая выпускники выбирают будущую профессию. Несмотря на то, что это промышленный район, для местных горная специальность не в приоритете. С подробностями наш корреспондент. Профориентация поможет выпускникам в выборе будущей профессии. Но мне бы хотелось привлечь своих земляков в горную отрасль, для того, чтобы они получили специальность горного инженера и со знанием дела, с уважением традиций предков, занимались горным делом у себя в районе. К сожалению, хоть и Усть-Майский район является промышленным, в горном институте очень мало студентов из нашего района. Поэтому Екатерина Петровна приехала в родной УЛУЗ, чтобы помочь ребятам в выборе профессии. Рассказать, что такое инженер, чем он занимается, какие специальности этого профиля есть в горном институте. Хотелось бы, чтобы ребята, приезжая, обучаясь на специальности горного профиля, работали у себя в районе, не уезжали никуда, сохраняли природу и одновременно умножали валютный запас Родины. Выбор профессии – это, прежде всего, выбор каждого. Если выпускники серьезно подойдут к выбору специальностей, получат хорошее образование, будут специалистами высокой квалификации, то они станут конкурентоспособны на рынке труда, и им будет не страшна безработица. Юрий Таюрский, Усть-Майский УЛУЗ В Хандеге завершился шестой открыт региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills». Дисциплинами были выбраны управление бульдозером и геодезия. В соревнованиях участвовали восемь команд из ведущих техникумов республики. Для выявления лучшего бульдозериста студентам не помешал даже 25-градусный мороз. Первому выпало выступать Вячеславу Чебыкову, студенту Якутского автодорожного техникума. Ему за определенное время нужно продемонстрировать скоростное маневрирование. Вячеслав очень волнуется, ведь он впервые на практике выполняет змейку. А впереди еще два этапа – заезд и съезд в страла, перемещение горной массы в отвал. На таких полигонах я никогда не поступал, и поэтому теперь было волнительно. Я почувствовал себя как на руднике, и так работаю. Тем временем в техникуме жарко. Геодезистам за два часа необходимо спроектировать проекты вертикальной планировки. Далее провести полевые, геодезические и камеральные работы. Ответственность большая, ведь оценивают работу представители крупных предприятий, как Якутс Геология, Якут Уголь. Многие ребята видят себя в производстве. Планируют в будущем устроиться в горнодобывающие компании. Совет профессионалам не останавливается на достигнутом. То есть те навыки, которые они получили вообще во время своей учебы, во время чемпионата, чтобы они продолжали развивать, постоянно развивались в этом направлении. В рамках чемпионата прошли мастер-классы, деловая программа, экскурсии, презентация учебных тренажеров. Гости смогли посетить места проведения чемпионата и изучить интересующие их направления деятельности. Сертификаты всем участникам, в том числе и экспертам. И это только начало. Победители регионального чемпионата ждут финальные схватки профессионального мастерства. Мария Винокурова, Андрей Сокар, Хандыга. Единый госэкзамен сегодня сдают родители. Всероссийская акция стартовала в Якутске. Цель проста – снять напряжение с родителей, выпускников и педагогов перед ЕГЭ. Первые подробности готова рассказать Кристина Якупова. Сейчас в здании Центра мониторинга качества образования стартует всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция проводится для того, чтобы родители испытали на себе всю процедуру проведения экзамена. Заданий будет меньше, чем в обычном экзамене и продлится он 90 минут вместо обычных 3 часов 30 минут. Аудитория уже подготовлена и ждет своих участников. Фотовыставка «Герои России» дала старт в республике всероссийской патриотической акции «Про РФ. Про Россию. Про тебя». Фото и видеовыставку о героях открыли в музее «Россия. Моя история». На выставке представлены фотографии и биографические справки, посвященные героям России, награжденным посмертно. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальности. Участниками межнациональной эстафеты станут 8 федеральных округов. Напомним, что патриотическая акция началась на этой неделе с Псковской области и продолжится до 23 февраля. Героизм, подвиг – это скорее чувство, понятие, наверное, наднациональное. Ведь те слова, с которыми они уходили, погибали, защищая нас, защищая нас в последние годы от терроризма, ведь они были какие? Это за вас, ребята. Живите, работайте, братья. Вот эти слова, они ведь не имеют времени. Они и в 40-е годы, и в Отечественную войну, и в Гражданскую войну, и сейчас одни и те же слова героев. Конечно же, мы не забудем о них. Очень здорово, что молодежь пришла. В Тикси соревновались в военно-спортивной игре «Снежный барс». Какие испытания пришлось пройти участникам и кто победил, знает наш корреспондент. Приняли участие команды общеобразовательных школ и Тиксинского многопрофильного лицея. Первый конкурс «Статин в строю силен в бою» прошел очень интересно. В нем участники отлично продемонстрировали строевые приемы, прошли с торжественным маршем, исполнили строевые песни. Очень волнительно, потому что участвую я в первый раз. Страшно за команду, за других участников. То, что вот ошибешься, что-то не получится. Следующими состязаниями были неполная разборка и сборка автомата, комплекс силовых упражнений и бег на тысячу метров. Все участники проявили свои навыки, умения, командный дух и волю к победе. Данное мероприятие проводится у нас ежегодно, направлено на повышение военно-патриотического воспитания молодежи, подготовка их к военной службе в армии и поднятие духа патриотизма среди молодежи. По результатам военно-спортивной игры «Снежный барс-2018» первое почетное место заняла Тиксинская школа номер один. Нельзя не отметить болельщиков, которые на протяжении всего мероприятия поддерживали участников. Все присутствующие получили массу позитивных впечатлений и эмоций. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, поселок Тикси. Зимний туристический сезон начинается в природном парке «Ленские столбы». В воскресенье 25 февраля в местности Батамай состоится официальное открытие. С 23 февраля в природном парке впервые пройдет международный конкурс по ледовым скульптурам. По словам директора парка Аркадия Семенова, на данный момент поступило более 20 заявок. В этом году в местности Батамай будет сооружен ледовый городок. Для гостей организуют катание на буранах, лошадях, горках и горячее питание. Сборная Якутии по кикбоксингу начинает подготовку сразу к двум чемпионатам России. Тренировки проходят в спорткомплексе «Триумф». Однако перед этими стартами для разогрева ребят отправят на чемпионат Дальнего Востока. Режим занятий и планы на поединки тренерский штаб не раскрывает. Переживают, что соперники могут увидеть. Однако моему коленге Александру Зубейкину удалось выяснить, сколько якутян готовится к региональному чемпионату. В настоящий момент мы находимся в «Триумфе». За моей спиной спортсмены со всей республики Сахая-Якутия готовятся к Дальневосточному чемпионату по кикбоксингу, который пройдет с 15 по 18 марта в Хабаровске. Ребята с разных улусов. Здесь имеются такие именитые ребята, как чемпион России Николай Винокуров, а также Армен Ферраян, чемпион Европы. Всего главный тренер планирует отправить 10 взрослых спортсменов. Призеры Дальневосточного федерального округа, в том числе и прошедшего чемпионата в Нерингре по кикбоксингу, получат право на участие в чемпионате России на соревнованиях в разделе «К1», который пройдет в Ялте в апреле этого года. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова